МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реконструкция березки. Глава администрации рассказал о планах развития лагеря. Профессия или призвание. В Сарове состоялся финал конкурса «Педагог года». Работа журналиста нашего канала отмечена в Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации. Далее расскажем обо всем подробно. Состояние лагеря «Березка» вызывает тревогу, признался Алексей Голубев. Он напомнил, что раньше на территории оздоровительного образовательного центра находилась воинская часть, и все постройки и инфраструктура достались городу в наследство. Причем не в лучшем состоянии. С годами ситуация только усугубилась. Износ сетей, водоснабжение, водоотведение, износ котельного оборудования, он, конечно, за пределами всех мыслимых сроков и всего прочего. Кроме того, есть проблемы, связанные с тем, что в свое время там, если кто помнит, была баня, в которой произошел пожар. Это было лет, наверное, шесть назад. До сих пор пожар там так и остался. До сих пор ничего не сделано было. В реконструкции нуждается не только инженерная инфраструктура лагеря. Необходимо ремонтировать жилые корпуса, банно-душевой комплекс, бассейн, спортивный городок. По словам Алексея Голубева, в планах все эти объекты поэтапно привести в порядок. Сегодня мы закладываем средства для исправления всего, что связано с теплоснабжением, с водоснабжением, с водоотведением. Это однозначно в проект бюджета заложено. По котлу проблема была не в том, что мы деньги не заложили, а в том, что не успели отыграть конкурсы. Так бы должны были сделать до Нового года. Но здесь из-за всех этих процедур все съехало на март месяц. Тем не менее, эта история будет тоже завершена. Напомним, этим летом, наконец, было отремонтировано 5 километров дороги до лагеря «Березка» от Дивеева до поворота на Коврез. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Металлические трибуны советских времен обветшал, и судейский домик, и спортивные снаряды. Лыжная база – одно из самых популярных мест проведения массовых городских праздников и соревнований. Пришла пора привести эту территорию в соответствии с современными тенденциями активного отдыха. Реконструкция лыжной базы, как и не только самой лыжной базы, а всей территории, прилегающей к лыжной базе, назрела уже давно, так как мы знаем, что лыжная база пользуется довольно большой популярностью у жителей нашего города не только в зимний период, но и в летний период также. В планах благоустроить 31 гектар земли, появится спортивная площадка для пляжного волейбола, новое футбольное поле, реконструируется зона памп-трека, которая подойдет как для взрослых, так и для маленьких велосипедистов. Проектом благоустройства все пространство лыжной базы будет поделено на несколько зон. Это зона стартового городка, зона пантрека, зона отдыха, детская игровая зона, спортивная зона, то есть достаточно широкий комплекс тех зон, которые мы готовы предложить нашим жителям. Реконструкция лыжной базы не затронет лыжероллерную трассу и лыжню и никак не повлияет на тренировочный процесс воспитанников спортивной школы. На базе с Дюшоратом занимаются 12 учебных групп. Это порядка 147 воспитанников. Спортсменам и тренерам сегодня приходится уютиться в маленьком двухэтажном здании. Речь о его расширении ходит уже давно. Есть даже проект реконструкции, реализовать который планируют в 2020-2021 годах. На сегодняшний день здание лыжной базы не вмещает того количества людей, которые к нам приходят. Конечно, здание маленькое и, конечно, требует, чтобы немножко его также реконструировать. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции территории лыжной базы завершится уже в середине декабря, а сами работы по благоустройству должны закончить уже в мае будущего года. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. В состав жюри вошли министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев и генеральный директор государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицын. На суток спертов было представлено 400 работ из 55 регионов страны. Среди 14 победителей канал 16 стал единственным представителем Нижегородской области. Само награждение проходило в большом зале заседаний. То, что видят люди, когда, грубо говоря, в федеральных новостях, когда снимают что-то про министерство строительства. Вот мы были, находились в этом зале, перед нами сидел министр, перед нами сидели высокопоставленные чиновники ЖКХ и так далее. Люди говорили о том, что мы сделали большую работу. Дело по плечу выходит на нашем канале уже полтора года. За это время Кирилл успел попробовать себя в роли пиротехника, ветеринара, пожарного, кинолога, футбольного тренера, ледовара и даже мастера по маникюру. В выпуске программы, который занял призовое место на конкурсе, Кирилл Васенин рассказал о технологии возведения габионов в жилом комплексе «Саровская ривьера». Один из организаторов конкурса, который, грубо говоря, отбирали работы, когда позвонил сюда, в Саров, и сказал мне о том, что я выгнал, он сказал мне такую фразу. Кирилл, до момента, пока я не увидел твою программу, я не знал, что такое габионы. Человек живет в Москве. И когда мы уже выезжали, все закончилось, и пресс-конференция с министром закончилась, и награждение закончилось, он еще раз подошел, говорит, ну прям будет, говорит, ну вот мы смотреть с большим удовольствием. Говорит, вот что-то было новое, что-то необычное, что-то неожиданное в строительстве было, развлекательная программа, такая развлекательно-познавательная программа, из которой действительно можно было подчеркнуть что-то интересное. Журналисты, операторы и монтажеры канала «16» ежедневно трудятся над тем, чтобы зрители были в курсе всех важных городских событий, придумывают новые информационные и развлекательные проекты. Победа на Всероссийском конкурсе – это высокая оценка работы всего телеканала. Я не отношусь к этому как к личной какой-то победе. Это победа в первую очередь коллектива, победа не только журналистов, но и оператора, монтажера, административного корпуса нашей студии, которые договаривались о съемках, потом согласовывали какие-то моменты определенные в монтаже и так далее. То есть такая победа, которая досталась всему коллективу, несмотря на то, что ездил я туда один. Программу «Победительницу. Дело по плечу. Габионщик» можно посмотреть на нашем канале в YouTube и группе ВКонтакте. Наталья Петрунина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Юлия Каледина работает психологом уже более 15 лет. Начинала она свой трудовой путь на телефоне доверия. Сейчас возглавляет социально-консультативное отделение в Центре социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов. Работа психолога в том, чтобы раздвинуть рамки видения ситуации. Причем в этом позволяет психологу не то, не его жизненный опыт, а его знания. Вот именно этому учат, что есть разные подходы. И одну и ту же ситуацию можно представить с очень разных сторон. К психологу люди идут с разными вопросами. Однако решиться на этот шаг не всегда легко. Из практики видим, что за помощью обращаются люди, которые правда сильны духом, которые могут сказать, что да, я не справляюсь, да, мне нужна помощь. Я хочу разобраться, посмотреть на эту ситуацию, по-другому чувствовать, по-другому вести. И на это нужна определенная такая личностная смелость, решимость и готовность. В отделении, которым руководит Юлия Каледина, работают четыре психолога. Они проводят консультации и занятия для пожилых людей и инвалидов нашего города. В центре есть комната релаксации, где под руководством опытных специалистов можно снять стресс и расслабиться. Также в ведении сотрудников социально-консультативного отделения находится городская служба «Телефон доверия». За оказанием неотложной психологической помощи по номеру 5555 могут обратиться все горожане. Екатерина Опёнова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. За звание «Педагог года-2018» боролись три воспитателя. Татьяна Кащеева из детского сада 15, Ольга Синилова, детский сад 40 и Ирина Шибалина, детский сад 45. Участницы представили визитную карточку, провели мастер-класс и ответили на вопросы жюри. Департамент образования ежегодно проводит конкурсы профессионального мастерства педагогов. Подобные соревнования мотивируют молодых специалистов на то, чтобы двигаться вперед, видеть, к каким достижениям можно прийти и профессионально расти. А сегодня девчонки были молодцы. Сегодня была представлена и методология, и фундаментальные теоретические знания. И была прекрасная пресс-конференция, позволяющая оценить вообще и проблемы, и возможности инклюзивного образования. И мастер-классы, которые сегодня не только показали профессионализм наших коллег, но и научили многих чему-то новому, чему-то интересному. Мне кажется, сегодняшний конкурс – это шаг в дальнейшее профессиональное будущее. Победителем стала Татьяна Кощеева. В этом конкурсе она участвует не первый раз. В прошлом году заняла пятое место. Но, как говорит победительница, хотелось стать первой. В этом ей помогла настоящая любовь к своему делу. Без любви, мне кажется, никуда. Если любить не будешь ребёнка, то ничего не получится вообще. И, конечно, умение найти с ребёнком общий язык – это самое главное. Дорога к финалу была непростой. Татьяна и её коллеги начали готовиться ещё летом. Изучали методики, придумывали тему занятия. Уровень подготовки своих соперниц Татьяна Кощеева оценивает высоко. Все педагоги, которые работают именно в дошкольном образовании, они очень талантливые, очень открытые и обладают большой компетентностью педагогической. Второе место в конкурсе «Педагог года» среди работников детских садов присудили Ольге Синиловой. Третье место заняла Ирина Шибалина. Екатерина Опёнова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Проект «Филармония для детей» появился в Доме учёных более 15 лет назад. Проводился он нерегулярно и только по предложению артистов, которые приезжали с гастролями в наш город. По инициативе Светланы Прохоровой, специалисты Дома учёных, цикл классических концертов для детей стал постоянным. А в гости к юным ценителям классической музыки стали приезжать творческие коллективы со всей России. Постепенно стала предлагать артистам, которые к нам приезжают, сделать ещё что-нибудь для детей. И сейчас у меня уже как правило, если я с кем-то договариваюсь, я сразу спрашиваю, а есть ли у вас что-нибудь для детской филармонии? Фагот как инструмент для изучения Нина Руженицкая выбрала спонтанно. Попробовать сыграть на инструменте ей предложили друзья из духового училища. И вот уже много лет Фагот верный спутник Нины на концертах. Что удивительно, габариты инструмента и его вес около 7 килограммов больше подходят мужчине, нежели хрупкой девушке. Выбирают все по-разному. Кто-то потому что нравится, но как правило, да, выбирают флейту, трубу. Фагот это редкость. В рамках выступления Нина и её коллеги не просто рассказали об истории создания Фагота, его видах и возможностях. Ребятам и их родителям наглядно показали, как устроен инструмент, объяснили, откуда берут свои названия, его составные части и почему на создание одного Фагота уходит не один год ручного трудомастера. На вопрос, дорого ли стоит этот духовой инструмент, зрители получили ответ, как хорошая однокомнатная квартира. Сам инструмент, во-первых, он требует большого ухода. Это очень затратно. И плюс у нас ещё есть трости, которые нужно менять довольно часто. И это тоже определённые затраты. Следующая встреча в рамках филармонии для детей пройдёт в Доме учёных 9 декабря. Это будут сказки «Северного ветра» по музыкальным произведениям Эдварда Грига. А в январские праздники со сцены покажут зимние сказки «Мумидола». Они наверняка придутся по душе и детям, и взрослым. Кирилл Бассейн, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Забыли помыть руки, потёрли нос и вот уже микробы попали в организм. Пневмония – это инфекция, которая передаётся воздушно-капельным путём. Вирусы и бактерии, которые вызывают воспаление лёгких, попадают на слизистые носа и горла. Как правило, заболевание начинается с повышения температуры тела и кашля и протекает под маской ОРВИ. Если нет выздоровления в течение какого-то периода времени и на третий-пятый день вновь поднимается температура, то нужно подумать о том, что нет ли здесь осложнения. Это значит, что вирусы попали в бронхи, продолжают спускаться ниже в лёгкие и вызывают воспаление альвеолярной ткани. Если иммунитет снижен, организм ребёнка ослаблен и не адаптирован к вирусам, то есть не привит, то вирусная инфекция может осложниться бактериальной инфекцией. Бактериальное пневмоние начинается внезапно, то есть может развиться в первые дни болезни. Стофилококковое пневмоние, пневмококковое, сразу с высокой температуры, с кашля, с интоксикацией. Правильно поставить диагноз и начать своевременное лечение при пневмонии помогает осмотр ребёнка. Особо обращают внимание на наличие интоксикации, спазматического кашля, одышки, высокой температуры и отсутствие эффекта от уже назначенного лечения. Мы простукиваем грудную клетку, видим разницу в тимпаническом звуке и аускультативно можем выслушать хрипы. Конечно же, нам помогают лабораторные методы обследования, общий анализ крови, который показывает нам воспалительный характер. Чтобы не заболеть пневмонией, достаточно придерживаться простых правил гигиены. Мыть руки, в период эпидемии носить маски, при первых признаках болезни соблюдать постельный режим. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. Как и у всех взрослых, у детей есть права, которые нужно защищать. Каждый маленький гражданин имеет право на всестороннее развитие, образование, охрану от негативного влияния окружающей среды и полноправную участие в жизни общества. Проблемы несовершеннолетних решают уполномоченные и их помощники по защите прав детей. Это больше оказание помощи гражданам, обращающимся в формулировании какого-то вопроса, составления заявления, обращения к уполномоченным. Станислав Ласов – один из помощников уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области. Он занимается правозащитой юных старовчан уже более трех лет. По его мнению, в городе очень мало обращений по поводу нарушения прав детей. Обращений по защите прав детей гораздо меньше, чем по защите прав взрослого населения. По поводу детей это буквально 2-3 обращения было за весь период. Когда уже обиты пороги всех инстанций и нет вразумительного ответа, на защиту вступают уполномоченные по правам ребенка. Станислав Ласов идет прием по адресу Зернова, 35, каждый последний понедельник месяца. Свои вопросы можно задать и по телефону 99 208. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Толщина льда на водоеме неравномерна. Наиболее тонким он бывает у берегов и в мерзших предметах. Чрезвычайно опасен и ненадежен лед под снегом. Перед выходом на замерзшую поверхность водоема следует знать ряд правил. Первое, на что стоит обратить внимание, это цвет льда. Лед должен быть зеленоватого оттенка. Зеленоватого – значит он плотный, значит он такой настоящий, он выдержит вес человека. Для массового выхода на лед допустима толщина не менее 25 сантиметров. Любителям срезать путь через замерзший водоем необходимо постоянно следить за погодой и перепадами температур. Частые изменения показателей столбиков термометра могут привести к появлению трещин. Специалисты советуют не проверять прочность льда ударом ноги, а использовать для этих целей палку. И если состояние льда вызывает сомнения, лучше выбрать другой путь. У нас неустойчивая температура. Лед все время меняет свой состав. Он бывает и такой зеленоватый, голубой, а бывает очень блеклый, серый, а это уже, соответственно, он очень неустойчивый. Наступление морозов с нетерпением ждут любители подледной ловли. Как только водоемы покрываются коркой льда, они достают снаряжение, одеваются потеплее и отправляются на рыбалку. Тем, кто любит несколько часов посидеть на морозе с удочкой, стоит помнить технику безопасности. На небольшом расстоянии не должно быть много лунок, потому что это, опять же, приводит к тому, что лед начнет трескаться, появляются такие промойны, и рыбаки могут просто проводиться под лед. Пройти тропинкой через реку, выйти, покататься на коньках или заняться подледной рыбалкой. Стоит помнить, что в городе есть места, где выход на лед опасен для жизни. Там устанавливают специальные сигнальные таблички. За нарушение правил существует административная ответственность. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Чтение сказок у камина, потрескание поленьев и яркие языки пламени добавили осеннему вечеру тепла и уюта. Рядом за столами велись интеллектуальные бои в шашки и шахматы. В фойе на первом этаже громко и выразительно читали стихи и пили чай с печеньем. Количество тематических станций, где можно было интересно провести время, не поддавало счету. Очень помогли в проведении акции добровольные помощники. Мы предлагаем детям либо сначала разрисовывать, либо делать шарфики. Они рисуют котов и с помощью ниток делают шарфы. Теплый вечер в Пушкинке расширяет свои возможности, приглашает творческих людей поделиться своими умениями с саровчанами. В этот раз на одной из станций руководитель клуба «Арт Позитив» провела для юных читателей и их родителей мастер-класс по изготовлению картины с пластилином «Мягкие лапки». Сегодня как раз мы с детками лепим различных животных, у которых теплые лапки. Такие очень классные работы получились. Теплые, душевные. И очень приятно, что дети приходят с родителями. Теплый вечер в библиотеке имени Пушкина стал уже доброй осенней традицией. Проводится в четвертый раз. В этот день посетителям разрешается от души веселиться, громко смеяться, знакомиться с новыми друзьями и с пользой проводить время. Цель ее такая, чтобы согреться дружеским теплом, общением, почитать хорошие книжки, заняться творчеством, очень интересно, чему-нибудь научиться, показать свое творчество. В этом году символами вечера стало все, что так или иначе ассоциируется с теплом. Душистый чай, свежие выпечка, мягкие пледы и подушки, теплая дружеская атмосфера. А для сотрудников придумали специальную отличительную атрибутику. Сотрудников-то можно всех узнать вот по таким вот варежкам. То есть это такой специальный отличительный знак тоже, то, что нас согревает и теплообщение, и какие-то предметы. Поэтому сегодня в библиотеке много мягкого, теплого, пушистого, много котиков, много пледов. Специальными гостями теплой акции стали воспитанники детской школы искусств номер два, которые представили свои керамические работы. Яркую концертную программу подготовили юные артисты из танцевальной студии Задоринки. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Книга – лучший подарок и главное сокровище, уверены сотрудники детской библиотеки имени Пушкина. Поэтому они вновь запустили акцию «Книга-дар». Любой горожанин может передать библиотеку новые книги, которые уже прочитаны, или из которых выросли дети. Акция проходит не первый раз. Начало было положено в 2016 году. Надо сказать, что книг было подарено достаточно много. В этой акции приняли участие и организованные группы. То есть это были целые классы, целая группа детских садов и отдельные жители города. Всего было подарено около двух тысяч экземпляров книг. Конечно, мы очень благодарны жителям города за такой вот отклик. Если раньше библиотека принимала книги просто в хорошем состоянии, то теперь по требованию Санпина появились определенные критерии. То есть мы принимаем в дар книжки новые, детские, то есть до 16 плюс маркировка самая максимальная, что может быть. Или книги свежеизданные, книжки не старше 2015 года. Что дарить? С классикой в библиотеке проблем нет. За последние несколько лет фонд Пушкинке горожане передавали собрание сочинений известных авторов. Есть небольшие проблемы с литературой новой. Вот новая детская, юношеская, подростковая литература, познавательная литература, новое издание. Вот это интересно, очень актуально. Проблема в том, что у нас эти книжки есть, но их мало. Экземплярность маленькая, а читателей много. Приносить книги можно как в Центральную библиотеку имени Пушкина, так и в структурные подразделения. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. В век информационных технологий все чаще слышны мнения о том, что эпоха телевидения закончилась. И голубые экраны совсем скоро полностью заменят интернет. Однако современные ТВ-каналы не стоят на месте. Они идут в ногу со временем, осваивают всемирную сеть и становятся максимально доступными для зрителей. Именно в Сарове у телевидения гигантские перспективы для развития. Возможно, что появятся новые способы оформления, новые способы визуализации и подачи этой информации. Другие форматы построения сюжетов, другие способы разговоров. Светлана Михайлова-Листром стояла у истоков создания городского телевидения. В далеком 94-м, когда канал 16 только начинал свою работу, не было суфлеров, профессионального студийного света и современных программ для монтажа. Несмотря на это телеканал развивался, появлялись новые форматы. Самым популярным из них был прямой эфир. Прямые эфиры, которые мы вели с 1994 года, не побоюсь этой даты, с момента создания канала 16 в новом варианте. Это вот состояние куража и непредсказуемости, и умения выкручиваться из ситуации, когда собеседник не пришел, собеседник пришел больной, собеседника понесло не в ту сторону, когда журналист оказывается застегнутый врасплох. И нужно быстро, оперативно, эффектно, красиво, без последствий для себя выйти из этой непростой ситуации. Екатерина Опенова пополнила ряды сотрудников канала 16 буквально несколько дней назад. И практически сразу она погрузилась в мир съемок, монтажа видео и создания новостей. Семь лет Екатерина проработала на городском радио. На канале 16 знакомая журналистская профессия предстала перед ней уже в новом формате. Меня всегда привлекала возможность отнести текст с картинкой. Хотела попробовать. По-моему, это очень круто. Это параллельная плоскость по сравнению с тем, что я делала раньше. То есть новые знания для журналиста – это всегда очень здорово. Свой профессиональный праздник телевизионщики по традиции встречают на работе. И несмотря на то, что сейчас существует множество разноформатных телеканалов, не стоит забывать, что работают они над одной общей целью – сделать жизнь человека по ту сторону экрана немного ярче и интереснее. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. По работам художника можно проследить за самыми яркими моментами его творческого пути. На протяжении не одного десятка лет преподаватель детской школы искусств номер два Татьяна Есеникова создавала на холстах интересные образы. Иногда идеи для нового произведения искусства художнику диктует сама глина. Обжиг дает свое, и материал дает свое. То есть глина заставляет уже как-то по-другому видеть это пространство. Оно делится на какие-то фрагменты, добавляет совершенно неоткуда взявшиеся детали. В экспозиции представлены работы в смешанной технике. Сама художница называет это авторским стилем. Татьяна Есеникова старается сочетать на одном холсте графику и керамику. Вымышленные персонажи, написанные акриловыми красками, дополняют фактурные детали из обожженной глины. Когда даже у меня ученики начинают работать, я всем говорю, Глена вами руководит. То есть пока вы не научитесь ею управлять, она достаточно податливый материал и очень интересный в работе, представляет вообще широчайший диапазон. Начиная даже просто с цвета, фактуры, и кончая просто возможностью изобразить то, что хочет художник. Больше 20 лет Татьяна Есеникова преподает в детской школе искусств номер 2. В 2005 году она вступила в Союз художников России, и это стало переломным событием в жизни. На более зрелом этапе творчества Татьяна Владимировна ушла от реалистичных образов. Выставка названа «Эхо», то есть как бы «Эхо», отклик того, что, скажем, произошло со мной, с общением с людьми. То есть вот мы с вами общаемся, я вечером приду, у меня такое впечатление останется, может быть, я даже картину нарисую. Но не получается у меня реальные люди. Работы Татьяны Есениковой хранятся в фонде городского музея и в частных коллекциях. Поводом показать их миру стал областной фестиваль керамики «Живая глина», который в эти дни проходит в нашем городе. Увидеть картины мастера можно в выставочном зале детской школы искусств номер 2 на Московской. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Танцевальный коллектив «Задоринки» Дворца детского творчества участвует в конкурсе «Сияние талантов» несколько лет. И каждый раз воспитанники привозят домой дипломы разных степеней. В этом году юные артисты стали победителями в номинации «Народный и эстрадный танец». Для детей это, конечно же, бесценный опыт. Опыт и дух соперничества, осознание и понимание того, что это не просто выступление, как на концертах, а это действительно происходит борьба за первое место. У них уже у самих какой-то такой азарт появляется и интерес. В конкурсе приняли участие юные танцоры со всего региона. Оценивала конкурсантов компетентное жюри, в состав которого вошли педагоги ведущих вузов России, а также руководители творческих коллективов и студии, музыканты и хореографы. Некоторые участники специально приезжают на такие конкурсы, чтобы узнать мнение профессионалов. Я знаю, насколько это важно, пообщаться после конкурса с судьями, узнать мнение. Я всегда остаюсь до последнего момента, когда закончится конкурс, чтобы обсудить, переговорить, в первую очередь услышать наши, скажем так, возможности нашего роста, возможности роста коллектива и воспитанников, услышать критику конструктивную. Коллективу Задоринки в этом году исполнится пять лет. Некоторые из участниц занимаются здесь со дня его основания и уже точно знают, как правильно вести и держать себя перед зрителями. Но, как признаются девочки, перед каждым выходом на сцену волнение все же присутствует. И справиться с ним им помогает преподаватель, который вселяет в них веру в себя. Я очень боялась, мне было страшно, мне было спуко. Но я постаралась, я даже не думала, что займем первое место. Когда мы узнали, что у нас было призовое место, мы с коллективом очень обрадовались, потому что это был всероссийский конкурс. На конкурсе руководитель Задорина Канакозловская была отмечена за вклад в развитие культуры и искусства России, а также за вдохновение и мастерство. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Возвращение высшей лигу области – важнейшее событие для саровского хоккея. К нему спортсмены шли долгих 8 лет. 7 лет в нашем городе вообще не было любительской команды. Год назад, благодаря поддержке компании «Саровинвест», саровчане не просто вернулись, ворвались в региональный хоккей, став чемпионами первой лиги. И вот, наконец, первый домашний матч в высшей лиге. Сегодня мы начинаем серию домашних игр высшей лиги Нижегородской области. Я рад, что наша команда вернулась на заслуженное место в своем чемпионате после длительного перерыва. Игрокам я хочу пожелать, пусть победит сильнейший, а зрителям – красивой игры и ярких эмоций. С первых минут матча Саровинвест заявила себе, как и серьезном сопернике, распечатав ворота павловцев. Гости не растерялись и ответили шайбой. Первый период закончился в ничью. Впрочем, уже во втором саровчане доказали свое превосходство. Нашим спортсменам удалось отправить в ворота соперника сразу шесть шайб, пропустив свои всего лишь две. На перерыв команды ушли со счетом 7-3. Нормально играет, лучше во много раз, чем вот эти ребята из Павлова. Ну а что там, их вообще-то меньше, чем наши. И наши пошустрее. Ну, я думаю, еще будут шайбы-то будут. Хорошая игра, ребята молодцы наши. Заметно намного сильнее играют, чем Павлова. Для города хороший хоккей показывают. В третьем периоде саровчане продолжили атаки на ворота соперника. На первых минутах отправили очередную шайбу, а после и еще одну. На протяжении всего периода павловцы вели активную игру и не раз близко подходили к нашим воротам. Но отыграться и вырвать победу у саровчан им так и не удалось. Итог матча 9-5. У вас хорошая команда, быстрая команда. Понравилась. Ну, хотелось бы лучше. Но, в общем-то, для сегодняшней игры этот результат вполне устраивает. То есть мы особо ни на что не надеялись. Статус лиги в этом году выше. Но цели перед собой команда ставит все те же. Радовать болельщиков яркой игрой и, конечно же, привезти в саров кубок. Войти в тройку, в призеры – это минимум задачи стоит. Максимум – выиграть чемпионат. Следующую игру хоккеисты проведут на выезде 24 ноября в Кстово. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова